Работа по восстановлению Владимирского собора усыпальницы адмиралов почти закончена. Остались последние штрихи в заключительной стадии реставрации интерьера. В Севастополь приехали специалисты Московской студии военных художников имени Митрофана Грекова, которые занимались восстановлением утраченных фрагментов художественного оформления храма. Теперь их цель – очистить живопись от строительной пыли, которая осела на ней в ходе реставрационных работ. По храму, практически по самому зданию церковному, завершено уже все. Сейчас только очистка живописи осталась. Сейчас у нас на территории храма завершается сооружение технологического помещения приходского, инфраструктура такой, без которой нормальное функционирование приходского храма невозможно просто. И проводится работа по сооружению фиаловодосвятия. То есть это будет такая круглая возвышенная площадка, некое подобие подиума такого, на котором будет установлена чаша для освещения воды, изготовленная из мрамора. Сохранение многофигурных композиций XIX века – такой была задача специалиста в студии военных художников. Реставраторы сетуют – на живописных изображениях есть участки, которые не подлежат полному восстановлению. Эти участки мы полностью восстановили в таком колорите и в таком рисунке, какие они были задуманы архитектором. Иван Крившенко, реставратор, который вместе с группой других художников трудится над восстановлением интерьера Владимирского собора, шутит. Главное в реставрации – высоты не бояться. Ведь для того, чтобы восстановить живописные изображения купола, пришлось подниматься на 26-метровую высоту. Воспроизведение утраченных фрагментов старинной живописи – дело небыстрое, рассказывает художник. Укрепление штукатурки, укрепление красочного слоя, подведение реставрационного грунта, конечно же, удаление поверхностных загрязнений и копоти, вот этого всего. Художник Иван Крившенко уверяет – краски, которые использовали реставраторы, особенные. Они позволяют без труда удалять пыль и загрязнение с живописного слоя. Мы пользовались такими красками, так называемая живопись кейма, то есть на основе жидкого стекла. Особенность этих красок в том, что они пропускают сквозь себя свободно влагу и пары, конденсат, который влияет на сохранность. Эти краски полностью карбонизируются и срастаются со штукатурным основанием. Так что это получается цветная штукатурка, которая удаляется только механическим путём. Художники будут работать в храме на городском холме в течение двух недель. Им предстоит поставить окончательную точку в подготовке Владимирского собора к открытию. Завершение реставрационных работ и освещение Владимирского собора запланировано на май нынешнего года. Екатерина Коломеец, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».